Собственно, о чем речь? Есть у меня вот такой вот молоточек, очень долго валялся, естественно, я понимаю, что это строительный молоточек, естественно, я не знаю, зачем он мне нужен, но мне очень хотелось с ним поработать. И что, 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 собственно, я нашел вот такой вот черенок, это черенок, бывший от лопаты, он был обломанный, я его подстрогал, вот такой вот красивый получился. Это ясень, вообще, братва, нормально. В чем суть? Как же насадить правильно молоток? Чтобы он не слетел, без всяких клиньев, без всякого говна, как деды учили, так сказать. Но только не те деды, которые с клинями, другие деды. Смотри, естественно, нам нужно подогнать по размеру все, сейчас чем мы займемся. Я на самом деле долго думать не стал, решил просто на наждачке немного поправить. Естественно, примеряем, смотрим. Вернемся уже, когда сделаем. Ну, как итог, мы подготовили наш, так сказать, черенок. Пока не будем его полностью насаживать, сейчас зачистим немножечко нашу поверхность. Я не буду специально вот это вот размято убирать, немного аутентично, так сказать, размятый металл. Сейчас пройдемся корс щеткой. Обязательно надеваем очки, иначе щетка может в глазец прилететь. А нам глазцы еще нужны, поэтому бережем глазцы с молоду. Начнем. Смотрите, какая красота у нас получилась. Блестит. Мы сейчас попозже немножечко все это соберем, еще лаком покроем. Вообще моща просто, да? Итак, мы готовы насадить. Но мы не знаем, как насадить так, чтобы потом не перенасадить и не перенасаживать. Старые мастера и деды поделились со мной, как правильно насаживать. Для этого нам нужно ни много ни мало кусок резины или камеры. Ну, на мотоциклете у меня вот прокололась камера, поэтому сейчас мы отрежем маленько от мотоциклета. И уже будем разбираться далее. И что мы теперь делаем? Что мы только теперь не делаем? Всякую дрянь, да, тебе делаем? Ладно. Я думаю, приступим. Это у нас перед, как мы понимаем. Можем начинать. И начинаем потихоньку забивать. В итоге мы все заколотили. Вот так у нас это все выглядит. Все держится очень-очень крепко и хорошо. Сейчас мы обрежем все лишнее. Вот так. Так это все красивенько выглядит. С этой стороны сейчас... С этой стороны тоже сейчас вскроем резину. Вот так она туда у нас убежала. Теперь возьмем вот этот эпоксидный клей. Как ни странно, немножечко смешаем. Он встает быстро. Клей встает за 3 минуты. И мы сейчас нанесем немного клея вот сюда. Мы залили. Так это все выглядит. Теперь оставим это на полчасика. И вернемся. Пока подсыхает, расскажу, что этот способ не новый, естественно. Естественно, многие о нем знают. Я вот так вот себе где-то несколько месяцев назад засаживал топор. Все до сих пор работает. Никуда он не делся. Единственное, что я не заливал эпоксидкой, сейчас залью. Топор все время валяется на улице, на колоде. Поэтому подзалить вот эту часть и будет нормально еще лучше. Друзья, у нас получился вот такой вот замечательный. Замечательный строительный молоток. Эпоксидка у нас здесь уже встала. К сожалению, снимаю на другую камеру. На той села батарея, поэтому сорян, пацаны. Если что. Если что, получилось прям зачетно. Я сейчас покрою еще после всего этого лаком металл. Чтобы металл у нас всегда был такой красивучий. Ну, до первой, конечно, работы. Поэтому спасибо большое. Ставьте свои лайкосы и не забывайте подписываться и писать ваши комментарии. И способ, естественно, не новый, насадки такого молотка. А старый меня научил этому дед. Дед, знакомый дед, а деда другой дед и тому подобное. Спасибо большое, друзья, и пока-пока.